всем здравствуйте сегодня мы с вами снова увиделись сегодняшняя наша тема забыл представиться карелин дмитрий олегович врач-психиатр работал шесть лет в пнд номер 13 сейчас работаю в клинике де нира это моя коллега тоже самое василина юрьевна кишкина василина юрьевна сегодняшняя наша тема называется таблеточки конфеточки или лекарственные препараты которые назначаются при психических заболеваниях почему такое название несколько шуточная вот был у меня один пациент который всегда приходил регулярно наблюдался и он на приеме говорил ну доктор давайте где мои таблеточки конфеточки вот и благодаря такому добросовестному отношению к лечению его заболевание было в долгой ремиссии я не помню чтобы у него были когда-то обострение он всегда приходил получал препараты и добросовестно их принимал поэтому вот чтобы вы тоже не боялись лекарств мы сегодня прочитаем лекцию и расскажем про психотропные препараты которые используют врачи психиатры так но вкратце расскажем что сегодня будет в принципе расскажем про психотропные препараты но не про все про некоторые самые главные классы расскажем какие могут побочные эффекты от них какая польза как они появились вот объясним почему лечение не стоит бояться и как легче и как лучше взаимодействовать с врачом чтобы добиться хорошего результата ну и собственно вот да как доверять врачу себе лечению тоже этого коснемся значит лекарственные препараты психотропные это вещества применяемые для оказания воздействия на химический состав компонентов головного мозга и нервной системы в целом мифы про прием психотропных препаратов но многие пациенты боятся что в результате лечения они как бы станут не самим и собой поменяются их ценности какие-то цели мечты не знаю они будут неестественными непривычными для окружающих и все такое в общем боятся боятся изменения своей сути личностной на самом деле наши лекарства наоборот способствуют тому чтобы человек становился в более хорошем скажем так состоянии психическом и реализовывал свои ценности шел дальше к тому чтобы себя узнать и так далее то есть преодолевать эти препятствия да на пути к самосовершенствованию приятной хорошей жизни и прочее то есть они наоборот помогают раскрываться но а собственно помогают они раскрываться тем что убирают неприятные симптомы и психотические там какие-то моменты типа голосов или паранойи и апатия сниженное настроение тревога навязчивости все что угодно значит через страх что лекарственные вещества вызывают зависимость но в сущности такое может быть при только одной группе препаратов это противотревожные транквилизаторы но как бы бояться в этого не стоит потому что они назначают строго назначаются строго по инструкции кратким курсом и вам никто не выпишет препаратов этих больше чем можно пропить чтобы зависимости не было вот остальные лекарства зависимости не вызывают есть случая что ну людям приходится всю жизнь принимать лекарства но это далеко не у всех то есть либо всю жизнь курсами либо в принципе всю жизнь вот нет уже отдельные как бы случаи тяжелого психического роста притиху тяжелом психическом расстройстве иногда бывает что при отмене препарат становится хуже но это не симптом того что вы опять же таки получили зависимость от него это говорит про то что но условно гривы не долечились то есть надо было либо дольше пропить либо усилить терапию либо там либо дозировки пересмотреть вот то есть большинство препаратов мы просто убираем плавно и смотрим тенденцию если вдруг какие-то минимальные ухудшения состояния то лечимся дальше вот не доводится до того чтобы у человека пошло сильное ухудшение и собственно кому-то требуется полгода кому-то год кому-то пять лет то есть зависимости от диагноза ну про побочь про побочки да есть страх у пациентов что что-то невероятное с ними произойдет смертельная там в кому они впадут еще что-то жить не смогут на самом деле побочные эффекты действительно могут быть но во первых они проявляются в основном сразу то есть если вы начали чувствовать какой-то дискомфорт то никто вас не заставляет принимать эти препараты там дальше если это несовместимо с планом лечения вот в любом случае врач будет учитывать и корректировать терапию вот иногда при там каких-то психотических заболеваниях состояниях терапия может длиться очень долго и какие-то поздние побочные эффекты могут проявиться но собственно никто опять же таки не доводит до того чтобы они мешали вам жить всегда это решается на каком-то уровне только подхода к этим побочным эффектом целью является только чтобы вам было комфортно комфортно и лучше на этих лекарствах мучить никто точно не будет и есть еще момент что в принципе у ряда людей но такая чувствительность вообще к препаратам там они склонны к аллергиям еще чего-то то есть просто организм такой в их случае скорее придется побороться преодолеть эти побочные эффекты какие-то которые в итоге то на самом деле пройдут они бросать потому что есть такая история что люди попробовали один у них там тошнота другой сонливость еще что-то и в итоге ни один курс полностью не прошли здесь надо понимать что какие-то вещи надо потерпеть и собственно сотрудничать с врачом о чем скажем дальше часто люди особенно в возрасте возрасте там после 45 помнящую советскую психиатрию советский взгляд на заболевания на людей старше в принципе там стыдятся пару рассказывать про какие-то свои заболевания они испытывают стыд прежде чем обратиться к врачу его и не обращаются годами только если совсем уже там какие-то тяжелые симптомы молодых тоже такой стыд есть но в гораздо меньшей степени но я всегда буду повторять что лечиться не стыдно стыдно не лечиться и это буду на каждой лекции говорить ну собственно вообще состояние при психических расстройствах они влияют не только на головной мозг они в целом влияют на там физические какие-то ощущения там на иммунитет еще что то то есть ну как бы это комплексный подход это не только изолирована голова и опять же ну это надо лечить точно если это влияет уже на все остальное мы же не стыдимся ходить там к терапевту к неврологу еще что то здесь собственно то же самое опять же повторюсь что вы не станете не собой в результате лечения наоборот пожалуй даже больше ну и вот в советские времена например была такая тема еще было мало препаратов и врачи в основном занимались так скажем большой психиатрия то есть какие-то тяжелые депрессии психозы такие что-то люди лежали в больницах и когда приходили люди там с паническими атаками например говорили что же вы будете пить тяжелые антидепрессанты и вообще соберись тряпка вот то есть такое было действительно этот страх такого отношения он сохраняется ну просто и лечить было нечем нас собственно было нечем лечить пациенты не обращались а те кто обращались те получали вот такие ответы сейчас исключено то есть всегда конечно можно нарваться на сумасшедшего психиатра вот но в целом вас наоборот поддержит то есть любой врач он рад тому что он может помочь и я там например очень там горжусь людьми которые наконец-то приходят и пытаются что-то сделать со своей жизнью продолжим дмитрий спасибо так ну в общем в настоящее время есть несколько основных групп препаратов которые использует врач психиатр в своем арсенале это транквилизаторы противотревожные средства антидепрессанты которые улучшают настроение нейролептики которые сейчас называются антипсихотики убирают психоз бред галлюцинации нормотимики это стабилизаторы настроения которые используются при биполярно-аффективном расстройстве например стимуляторы это препараты для лечения с dvg но к сожалению у нас в стране эти препараты не разрешены но есть другие препараты для лечения с dvg и отдельно мы вот выделили противодементные препараты это препарат который используется у пожилых пациентов для лечения памяти вы спросите а где же ноотропы наши любимые миксидол финибут пантагам вот мы его не испу мы их не используем потому что в клинической практике они не доказали свою эффективность нет исследований которые бы это подтверждали да их назначают но эффект может быть непредсказуемый также как и побочные эффекты иногда пустышка действует вот эффект плацебо то есть мы не можем сказать работает препарат лучше чем этот эта пустышка плацебо поэтому основные препараты перед вами на экране когда же появился первый препарат который начали использовать психиатры кто знает правильно 1950 году появился хлор промазин это его название аминозин в америке он был зарегистрирован впервые как торозин дидесятом году если его изобрели как средство для наркоза потом его попробовали у пациентов с психическими расстройствами и увидели положительный эффект и также в пятьдесят втором году его зарегистрировали официально для лечения психических расстройств в это время как раз случилась психофармакологическая революция раньше пациентов не знали как лечить использовали инсулиновые комы электросудорожную терапию всякие различные не менее гуманные способы ну вот хлор помазин и лоботомии обливание холодной водой и привязывание ну почти как в средние века и старались оградить пациентов запихнуть в психушку чтобы они не дай бог чего не натворили там потом еще будет такая большая презент большая картинка которая будет отражать весь этот путь развития психофармакологии дальше придумали антидепрессанты как же люди дошли до этого в туберкулезных больницах туберкулез лечили некоторыми веществами и стали замечать что люди подозрительно веселые ходят туберкулезные романы вот это все улыбаются все счастливые так вот выявили что у противотуберкулезных препаратов в то время это был и прониазид и зонеазид есть такие свойства улучшает настроение из них синтезировали имепромин в пятьдесят пятом году вот использовали для лечения депрессии и шизофрении и всем может быть не всем известный амитриптилин уже придумали из имепромина в 1961 году амитриптилин и сейчас существует и сейчас им лечат и лечат и по сути лечит лечит самую тяжелую депрессию да он хорошо справляется при тяжелых каких-то состояниях крайне тяжелых депрессиях быстро эффективно выводит из этого состояния и дальше уже если все хорошо человеку подбирают менее вредные препараты вообще да то есть раньше раньше не было никаких исследований препараты синтезировали наугад пробовали на людях самое главное что помогло а побочных эффектах никто не думал у этих препаратов первых которые до сих пор есть очень много побочных эффектов но за свое время они доказали свою эффективность они эффективны об этом мы расскажем дальше первый транквилизатор дальше в вся от пятом году придумали первые бензодиазепины а в 63 году уже появился диазепам это вот известные валюм реланиум а в семидесятом году создали отечественный аналог этих транквилизаторов это феназепам феназепам то уж точно все слышали да литий литий это норма тимик которые начали использовать в 40 1949 году потому что обнаружили у этого вещества это соль и соли лития антиманиакальные свойства то есть люди в маниакально-бредовом психозе при приеме лития становились спокойнее их настроение выравнивалось и этот препарат также использовали в россии с 1959 года и по настоящее время тоже вот такие динозавры аминозин аминозин диазепам феназепам литий до сих пор с нами амитриптилин вот да и вот это вот картинка первый антипсихотик это вот 1950 мы видим хлоропромазин и сейчас 2024 то есть меньше ста лет люди врачи психиатры только начали лечить психические расстройства с небольшой промежуток времени и наука не стоит на месте появляются новые препараты такие же эффективные но с меньшим количеством побочных эффектов вот в начале там метиленовый синий стоит это вот как зеленка фукорцин чем мажут когда ветрянка это вот предшественник первого нейролептика аминозина из него также делали димедрол пипольфен методом проб и ошибок было спасибо метиленовому синему почему наши препараты психотропные считаются очень-очень безопасными и эффективными потому что проводятся огромные дорогущие исследования клинические значит которые контролируются и фармкомпании богатейшими и государством и сначала испытывается на животных потом уже на добровольцах так называемая плацебо контролируемая когда кому-то дают ну условно пустышку а кому-то препарат да и сравнивается эффективность называется ну и соответственно дальше уже испытывают на людях там тоже куча мероприятий оценивается и безопасность и эффективность и результативность да перед тем как препарат попадет на рынок его уже мы будем назначать проходит большой период поэтому они вот безопасные в начале мы говорили что психотропные препараты действуют на головной мозг на нашу нервную систему и перед вами картинка которая изображает соединение двух нервных клеток один это вот аксон другой дендрит и между ними должен проскочить импульс разряд который создается посредством определенных взаимодействий это там рецепторы каналы всякие и вот на то что действуют наши препараты находятся именно в этой области в области соединения нейронов там есть и серотонин и дофамин и норадреналин на которые мы данными препаратами воздействуем и одного вещества становится либо больше либо меньше но в целом наступает такой баланс равновесия который был и до болезненного состояния и в целом нервные импульсы они проводятся так как и раньше ну почему мы советуем пить препараты полгода год а иногда подольше потому что вот эти вот нервные окончания нервные соединения адаптируются к нормальной работе в некоторых случаях образуются нормальные здоровые синапсы да взаимодействие между нейронами и уже при отмене препарата можно говорить о ремиссии потому что вот это вот нормальная работа двух нейронов она сохраняется давайте поговорим с вами дальше про вот основные препараты которые мы озвучили в начале лекции и первая группа это нейролептики они же антипсихотики как и говорили они используются при психозе психоз может быть в рамках шизофрении может быть в рамках биполярно-аффективного расстройства это либо маниакально-бредовое состояние или депрессивно-бредовое и при других расстройствах тоже могут возникать психотические состояния с бредом и галлюцинациями вот нейролептики очень хорошо это все убирают и действуют они на дофаминовые рецепторы в основном есть новые препараты которые действуют не только на дофамин но и еще на серотониновые рецепторы да их называют атипичные нейролептики вот они более безопасные меньше побочных эффектов на это вот молекула дофамина улыбается вам такая счастливая видимо уже нейролептики на нее подействовали причем используются еще нейролептики некоторые пациенты боятся вот доктор мне назначил нейролептик значит у меня шизофрения не обязательно это так нейролептики назначают в небольших дозировках и при других состояниях например депрессия никак не проходит но из-за того что нейролептики действуют и на серотониновые рецепторы они могут усилить действие антидепрессанта или какие-то соматические расстройства да желудочно-кишечного тракта тракта гастроэнтерологи очень любят сульперид например вот но это тоже нейролептик при тревожных расстройствах при стойком абиссивно-компульсивном расстройстве при навязчивостях когда антидепрессанты не работают могут назначить дополнительно нейролептики но как нам всегда говорили у любого препарата есть побочные эффекты и у нейролептиков они тоже есть некоторые из них обратимые некоторые необратимые и врач должен вам перед назначением объяснять какие побочные эффекты могут быть взвешивать пользу риск и уже назначать основные побочные эффекты от нейролептиков это нейролептические синдромы его различные проявления экстрапирамидные расстройства это вот они воздействуют на нервную систему и в результате чего развивается лекарственный паркинсонизм это начинают тело становится скованным руки ноги хуже разгибаются бывает что лицо становится маскообразным мимика бедная это вот такие гипокинетические то есть движения замедленные становятся и гиперкинетические расстройства это руки дрожат непроизвольно дергаются ноги может свести челюсть это вот обратимые да то есть нейролептик может не подойти кому-то подходит кому-то не подходит если нейролептику мы уберем это все проходит или назначаются корректоры которые тоже это убирают очень даже хорошо вот акатизия еще один частый симптом который возникает при нейролептиках это чувство неусидчивости беспокойства хочется походить человек не может сидеть на месте тоже убирается то есть а вот что не убирается это поздние дискинезии это люди которые принимают нейролептики уже спустя много лет там иногда 5-10 лет приема терапии у них такие побочные эффекты развиваются это непроизвольные движения тоже конечности чаще всего ног они перетаптываются с места на место совершают какие-то движения языком нижней челюстью причмокивания ну опять же да это таких побочные эффекты мы встречали в диспансере у людей которые уже давно болеют и которые получали голоперидол или там другие типичные нейролептики старые аминозин вот которые могли провоцировать такую симптоматику в настоящее время да по лекарственные препараты такие побочные эффекты вызывают редко другие побочные эффекты это эффекты которые проявляются метаболическими нарушениями может усиливаться аппетит на некоторые нейролептики соответственно повышается масса тела повышается уровень холестерина что сказывается на сердечно-сосудистой системе может быть может при некоторых препаратах появляться резистентность к инсулину может увеличиваться паралактин часто у некоторых пациентов и у мужчин и женщин может быть выделение из молочных желез и другие нарушения женского цикла и вот если такое конечно возникает это не обязательно что разовьется пациент должен сообщать врачу о этих побочных эффектах и тогда терапия будет корректироваться но опять же да в основном все эти метаболические нарушения они обратимы и можно поменять препараты или скорректировать дозировку и они проходят антидепрессанты влияют на сбалансированность серотонина норадреналина дофамина ну основной конечно серотонин в меньшей степени другие препараты эффективны не только при депрессии но и при генерализованном тревожном расстройстве при ОКР при расстройстве адаптации в общем при многих диагнозах ну и там опять же если про нейролептики они сами по себе могут немножко снижать настроение то есть компенсировать мы можем это тоже антидепрессантами также они снимают снижают или снимают боль при там соматических каких-то состояниях и ряд препаратов используется при мигрениях то есть очень хорошо способствует профилактике мигрений про несколько недель на самом деле я вот так подумала это не совсем прям так в большинстве случаев препараты антидепрессанты приобретают действие свое в течение двух ну иногда трех недель вот если мы не видим динамики в течение этого времени никакой то мы соответственно тоже меняем препараты отменяем и так далее вот или усиливаем как-то действие но первыми уходят самые такие грубые симптомы типа там тревоги нарушение сна сильная апатия настроение соответственно сниженное а дальше уже потихонечку убираются какие-то нюансы которые ну как бы действительно могут долго убираться вот но это уже какие-то мелочи такие вот ну и многие пациенты вот у них улучшается состояние там опять же таки в течение месяца да вот так прям окончательно они чувствуют что она усилилась и они бросают это все это прям часто встречается бросать ни в коем случае нельзя потому что вот чтобы выросли новые нейроны да обязательно надо полгода точно пропить год если у вас уже несколько приступов депрессии было ну и дальше там уже есть конечно у некоторых людей необходимость пропить еще дольше вот но это уже как бы отдельные нетипичные случаи значит ну это скучная информация но тем не менее селективные ингибиторы обратного захвата серотонина из-за антидепрессантов дальше придумали селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и адреналина а вот первыми на самом деле были трициклические типами трептилина и ингибиторов моноаминоксидазы но вот ингибиторы моноаминоксидазы они сейчас в принципе то и не используются потому что от них часто побочные эффекты для того чтобы лечить потом если нет эффекта каким-то другим антидепрессантом должно пройти некоторое время что собственно некомфортно пациенту пребывать дополнительное время в своих симптомах серотонин это тревога ОКР дискомфорт в теле и повышенный аппетит норадреналин там ухудшение памяти концентрации внимания слабость заторможенность дофамин отсутствие чувства получения удовольствия трудно заставить себя что-то делать именно как импульса такого нет в принципе может быть что ничего не хочется делать и снижение либидо но про снижение либидо на самом деле характерно для всех антидепрессантов по большому счету кроме одного критика так называется лекарства вот но при дефиците дофамина это выражено в большей степени значит чаще всего первыми какими-то эффектами мы можем с первыми эффектами познакомиться в течение двух недель пока идет адаптация это сонливость снижение либидо изменение веса либо в ту либо другую сторону какая-то аллергия естественно как от любых таблеток они не то чтобы даже уменьшаются со временем они проходят в течение там этих двух недель ну иногда трех то есть и если не проходит тогда уже мы смотрим принимаем решение целесообразно в зависимости от динамики продолжить прием или нет вот то есть в принципе мы стремимся к тому чтобы они вообще прошли в большинстве случаев так и бывает ну конечно там если аллергия то конечно она не пройдет а вот все остальные вещи они проходят со временем значит второй пласт это усиление тревоги бессонница беспокойство эти вещи корректируются дополнительно препаратами которые это убирают тоже временно когда пройдет там месяц можно потихоньку эти лекарства убирать то есть опять же противотревожные иногда нейролептики иногда какие-то дополнительные антидепрессанты другие вот но это уже реже тоже со временем это тоже проходит и соответственно если не проходит то конечно нам такое не надо мы меняем то есть месяц мы даем на то чтобы пациенту окончательно подобрать антидепрессант если он дискомфортен то меняем на другой чаще всего бывает из проблем с жкт это тошнота и снижение аппетита ну соответственно это тоже убирается препаратами против тошноты вот ну а снижение аппетита я просто говорю ешьте вот не хочется но ешьте в большинстве случаев работает вот что-нибудь калорийное ну то есть пациенты часто вот как бы действует из своих желаний нет ну не понимая что вообще-то есть надо вот а если акцентируют внимание на этом то нормализуется этот момент опять же надо понимать что это со временем пройдет головокружение судороги дрожь в теле но это очень редкие нетипичные процессы вот это точно не надо как бы терпеть это требует срочной отмены даже резкой то есть здесь не надо как-то медленно это все снижать вот и если вас что-то как-то пугает что-то в этом состоянии то вызывайте скорую лучше лишний раз проконсультироваться вот также очень редко бывают суицидальные мысли попытки самоубийства ну это естественно случается в крайне тяжелых депрессиях где может быть как-то человек скрывал про свои суицидальные мысли еще что-то про тяжесть своего состояния и не отправили человека в больницу потому что вообще-то это показания для недобровольной госпитализации если у него так называемые антивитальные переживания то есть он так думает ничего не планирует но так вот имеет ли жизнь смысл вот это все это как бы не направляется к больнице но тенденции примерно такого же пласта и соответственно если такие мысли есть то надо внимательно смотреть за человеком там чуть ли не каждый день чтобы они не развернулись больше первое время вот из-за повышения тревоги еще чего-то если там прям замыслы прям обдумывание прям состояние когда хочется себя убить настолько что вот вообще не смотря ни на что так плохо чтобы избавиться от этого плохо то бывает так что ну часто бывает так что при этом у человека сил нет это реализовать и антидепрессантами мы как бы первый пласт убираем у него там появляются силы мотивация еще что-то а суицидальные мысли они лечатся подольше вот и он так вот как бы радостно прыгает в окно вот транквилизаторы иное же противотревожные в некоторых случаях используются для сна в некоторых просто снимают тревогу какое-то мышечное напряжение вот по-моему я уже обозначала что они могут вызывать зависимость но или нет но как бы вот можно 10 дней принимать вам на 10 дней назначат не таблеткой больше то есть а дальше уже там может быть опасно соответственно как бы с одной стороны они могут вызывать панические фу эти побочные эффекты вот но вам никто не даст их приобрести просто-напросто значит используется при панических атаках депрессии генерализованным тревожным расстройством расстройстве бессонница опять же и так далее вот но это как дополнительное средство временное средство пока не раскроется антидепрессант потому что все перечисленные заболевания они в общем-то лечатся антидепрессантами и может быть там для сна немножко дополнительно нейролептиками и вот это там первые вот эти две недели 10 дней они назначаются как прикрытие потому что антидепрессанты еще не успевают подействовать потом строго отменяется то есть это это не лечение это просто снятие симптомов никакие нейроны у вас от транквилизаторов там не прорастут никуда и вот собственно снятие симптомов возникает прямо с первой таблетки там ничего не надо накапливать поэтому если это какая-то тревожная депрессия например антидепрессант действует через две недели а транквилизатор можно назначить с первого дня человеку станет хотя бы в этом аспекте легче но с тем постепенно начинает действовать антидепрессант и снижается транквилизатор он вам дольше не нужен хотя сейчас конечно вот этот прекрасный феназепам который помнят и любят наши бабушки он прям беда то есть они пьют его годами раньше выписывали без рецепта ну точнее просто отдавали в аптеке без рецепта и у них развивается да тяжелая зависимость там уже после отмены ну короче годами это все дело пил тревога возникает опять еще что-то снимать можно но тяжело они конечно ругаются не хотят целый феномен сейчас стараются минимизировать назначение вообще этих препаратов то есть это не первая линия терапии ну иногда бывает сонливость вот но есть препараты которые собственно не влияют на это не обязательно их выбирать и при этом они так же эффективны и прочее можно этого прям сильно не бояться а те которые сонливость вызывают собственно говоря нормальный врач назначат для сонливости на ночь как раз это нам пойдет на пользу ну вообще при приеме всех препаратов категорически не надо употреблять алкоголь но во время приема транквилизаторов особенно потому что могут усилиться очень сильно усилиться вот эти вещи типа слабости головокружения и так далее и тому подобное вот точно не нужно смешивать ну и последняя группа которую мы сегодня разберем это нормотимики препараты которые действуют и на настроение тоже они его стабилизируют на среднем уровне применяется не только при биполярном аффективном расстройстве которое сейчас достаточно хорошо всем известно ну и такие менее распространенные как циклотемия дистемия когда выраженность этих колебаний настроения не такая сильная но такие диагнозы тоже есть или шизоаффективном расстройстве когда помимо колебаний настроения присоединяются еще психотические симптомы нарушения мышления для чего еще используют ну они убирают раздражительность какую-то злобность вспыльчивость импульсивность нормотимики часто мы используем при пограничном расстройстве личности когда у человека эмоциональная система тоже рашат накачает туда-сюда вот некоторые препараты убирают эти эмоциональные колебания какие нормотимики да все знают там про антидепрессанты то что кто-то там на серотонин действует кто-то на норадреналин здесь вот это первый наш динозавр это соли лития препарат седолит он у нас один по-моему в стране и другие препараты которые тоже случайно выявили у них такую способность влиять на настроение это препараты для лечения эпилепсии опять пациенты начинают спрашивать доктор но у меня нет эпилепсии и я каждый раз начинаю заново объяснять ну это не только для эпилепсии хоть даже там в инструкции это написано есть клинические рекомендации которые подтверждают их эффективность на колебания настроения и также атипичные антипсихотики то что говорили в начале нейролептики назначаются не только при шизофрении при биполярно-аффективном расстройстве это препараты одни из первых вместе с нормотимиками назначаются потому что у них вот есть такой эффект стабилизации настроения я немножко влезу атипичные антипсихотики звучит страшно что ж у них такого страшного атипичного на самом деле это последнего поколения препараты поэтому они нетипичные типичные это старые с большим количеством побочных эффектов и прочее а это вот новинки рынка хорошие которые хорошие добрые вот что может быть какие побочки да опять мы говорим про пользу при чем они используются и какие побочки ну на литии часто у пациентов мы наблюдаем что руки несколько дрожат трясутся пациенты приходят на прием ручку берут ну немножко рука дрожит иногда некоторым людям это не мешает а кто-то переживает что ну вот другие увидят что руки у меня немножко дрожат в целом ничего в этом страшного нет выраженность этого тремора дрожи в руках не такая сильная если это возникает то опять же мы назначаем соответствующие корректоры или подбираем другой препарат если для пациента ну как бы критично что вот руки дрожат опять не специфические симптомы тошнота дискомфорт в животе расстройство стула ну это временные эффекты да есть ну как бы исследование что литий может влиять на щитовидную железу да железу надо поэтому следить за ней на почке тоже да врач должен объяснить и периодически сдавать анализы для этого некоторые препараты вот нормотимики категорически запрещено беременным женщинам особенно на ранних сроках и поэтому молодым девушкам которые там планируют беременность некоторые препараты мы не назначаем например вольпровая кислота она у них даже на коробке нарисована беременная женщина перечеркнута вот таким красным крестом что вот ну нельзя опасно некоторые препараты вызывают аллергические реакции тоже да если просто крапивница там почесалось прошло есть при некоторых препаратах ну серьезные да аллергические реакции которые врач в рекомендациях когда выписывает пациенту препарат он объясняет все прописывает что делать в таких случаях если там аллергия появляется вот мы разобрались с основными препаратами и как вот выбрать тот который подойдет именно этому пациенту на что смотрит врач первое да клиническая картина жалобы симптомы какой в какой диагноз эти все симптомы входят да при основное лечение это основного заболевания симптомы уже там пройдут основное заболевание нужно лечить дальше у пожилых пациентов да метаболизм несколько по-другому устроен да если есть метаболические нарушения тоже дозировка препарата может несколько отличаться некоторые препараты противопоказаны при определенных заболеваниях врач спрашивает какие у вас хронические заболевания еще имеются это тоже влияет все ну лекарства да там перерабатываются у нас в организме либо печенью либо выводятся почками поэтому нужно спросить ну или узнать сдать анализы посмотреть как работает печень и потом при дальнейшем приеме препаратов некоторых надо также контролировать потому что могут влиять посмотреть принимал ли данный препарат пациент был ли он у него эффективен почему не эффективен некоторые пациенты вот мне препарат не подошел начинаешь спрашивать какие дозировки пил а дозировки были совсем минимальные то есть врач до этого даже до терапевтических не доводил и начинаешь снова препарат потому что он должен подойти и в нормальных дозировках препарат действительно подходит людям аллергические реакции если были в анамнезе на какой-то препарат лучше его не назначать вот есть какие-то экстренные состояния от тяжести состояние зависит тоже лучше некоторого какого-то пациента по показаниям направить на стационарное лечение при некоторых расстройствах да Василина говорила что кому-то 6 месяцев кому-то год а если депрессия уже неоднократно у вас случалось то лучше дольше пить вот и что еще каждому пациенту врач подбирает самый безопасный препарат с доказанной эффективностью и чтобы у него было меньше побочных эффектов индивидуально для каждого пациента то есть сначала с вами долго поговорит все узнает а потом уже только что-то назначит ну и от этого от этих вот всех десяти параметров будет зависеть наша эффективность лечения если врач со своей стороны все эти параметры учитывал то вероятность того что состояние улучшится быстро да ну или не быстро но будет эффект который нам нужен для состояния он гарантирован вот мы с вами перечислили все побочные эффекты очень много а некоторые пациенты начинают открывать инструкцию разворачивают вот этот вот большой лист перед собой а еще в интернете почитают отзывы и такие доктор я пить это не буду я умру от этого что меня убить хотите нет эти побочные эффекты они для врача написаны врач вам должен объяснить какие могут часто встречаться какие очень редко то есть практически никогда и взвешивает да если даже эти побочные эффекты у пациента возникают но они не существенные но пользы от этого препарата больше а мы там например попробовали пять препаратов никакой не работал этот работает но у него все равно есть небольшие побочные эффекты их можно либо скорректировать либо уменьшить каким-либо образом но если польза больше от лечения то соответственно стоит продолжить это лечение я хотела еще два комментария что на самом деле чем больше в инструкции побочных эффектов значит тем более препарат исследован как раз наоборот надо радоваться когда их очень много написано вот кто-то где-то икнул они уже икания сразу один раз прописывают вот эти форумы это отдельная история где люди оставляют отзывы там во первых кому хочется оставлять позитивный отзыв позитивный лень писать вот в основном начинают делиться плохими какими-то ощущениями большинство из них потом читаешь это вообще что-то невероятно странное в плане того что ну это даже вообще не побочные эффекты философия какая-то односплошная а когда читаешь что они подразумевают подробнее под этими эффектами как они с ними справлялись но я даже не знаю то есть я не смогла это читать я вот так скажу и вам не надо делать значит психотропные препараты назначает психиатр если психотерапевт является психиатром то он тоже может назначать но психотерапевтом может быть еще психолог психолог не может назначать здесь то есть надо надо различать Категорически не разрешаю заниматься самолечением, потому что на этих форумах можно начитаться, бог знает чего. Во-вторых, и сроки люди не соблюдают, и дозировки начинают доводить до максимальных, еще что-то. Просто не обращаясь к врачу за консультацией, начинают там что-то читать сами и корректировать. Это как раз опасно очень, и к синдроме отмены в каких-то случаях может привести, и к зависимости от лекарств, и к каким-то острым побочным эффектам, которые требуют стационарного лечения или лечения в соматическом каком-то учреждении. В общем, такие игры, это не игры с витамином С, не рекомендую. Врач, чтобы подобрать препарат, собирает всю информацию от момента, чем болела бабушка, заканчивая, соответственно, что вы думали о сегодняшнем дне. Вот здесь включается и каким было психическое состояние в течение жизни, там в последнее время особенно, когда началось вообще заболевание по ощущениям пациента. Значит, история приема препаратов и ответы на них. Это называется анамнез. Опять же выбираем, что важнее эффективность, которую мы получаем, или безопасность. То есть это такой тонкий баланс, который обязательно обсуждается с пациентом и обязательно учитывается. Опять же повторюсь, никто не желает, чтобы вам было еще хуже, чем вы пришли. Вот поэтому надо сотрудничать с врачом. За последние годы вышла вот эти вот атипичные нейролептики, современные антидепрессанты, еще что-то, еще что-то. Вот даже противотревожные есть, которые можно там постоянно принимать, если требуется. В целом психиатрия становится все более и более безопасной, такой безопасной терапией в этой области. Действительно, в основном побочных эффектов-то и нет. То есть они очень хорошо переносятся и сочетаются со всякими там другими препаратами и все такое. И это все достижение последних лет особенно. То есть старые препараты, которые остались в использовании типа того же амитрептилина, мы все равно там сравнивая вред и пользу, понимаем, что он бывает настолько полезен, что то, что у вас повысился аппетит, это как бы мелочи при суицидальных мыслях или каких-то еще делах. Но постепенно вычищается огромное количество лекарств, которые уже не используются, которые уже устарели, уже эти побочки, которые они дают, не устраивают ни пациентов, ни врачей. Тем более, что есть препараты, которые эффективны и даже больше. К сожалению, невозможно заглянуть в мозг, ни МРТ, ни чем еще раскрыть его, покопошиться в нем, чтобы понять, что же там такое дает галлюцинации. Поэтому вся оценка состояния оценивается врачом, как человек мыслит, как он говорит, как он вошел в кабинет, я не знаю, как он одет, что он говорит о прошлом, о жизни вообще, как он это говорит и прочее. То есть клиническая беседа, так называемая, этому учат отдельно. Отдельно учат, как там есть всякие тесты, как расстройство мышления, там и замедленность, и плохую память, и снижение концентрации внимания, нелогичность, все как это выявлять. На основе всей вот этой вот информации врачи и может осуществлять подбор лечения. К сожалению, в мозг не залезешь, в отличие от неврологии. Я вообще для себя так разделяю, что неврология – это там, где можно пощупать, что, собственно, причина, а в психиатрии это настолько на мелком уровне, что невозможно пощупать. Вот они отличаются. Когда-то это была общая профессия, сейчас они разделились. Врач не просто творчески подходит к лечению, это обязательно следование рекомендациям, которые установлены государством. Это там большая основа на опыт других стран и в научных исследованиях, и тоже там их рекомендации и прочее. Ну, они у нас похожи, но тем не менее. То есть, конечно, творчество – это прекрасно в любой профессии, но здесь есть вещи, которые, ну, несколько клишированы и обязательно к исполнению. То есть, какой-то совсем творческого полета врач не будет устраивать в вашем лечении. Ну, опять же, часто бывает, что пациент там, вот, опять же, икнет и думает, все, мне это лекарство не подходит. Может быть, он вообще икнул, потому что там что-то другое произошло. Вот. Ну, некоторые вот люди боятся, да, или как-то предубеждения, опять же. Или капризы отчасти бывают. Каких-то жутких побочных эффектов все равно не будет. Но иногда надо потерпеть, извините, и запоры, и какие-то там вещи, компенсировать другими препаратами. Потому что потом это пройдет, а депрессия – нет. Первые симптомы снимаются, там, смотря какое заболевание, где-то, может быть, и два месяца потребуется при психозах, например. Но, опять же, самые острые снимаются быстро симптомы. Но чтобы прошли какие-то мелочи, о которых я там говорила, мелочи в смысле не совсем хочется читать книги, как вот не так, как там было пять лет назад. Ну, как-то вот небольшая слабость. Вот такие вещи, которые уже как бы… Уже человек может социально функционировать, но ему это не нравится. То есть, и вот такие вещи, они проходят уже дольше. Вот. Для этого и нужно эти полгода. Ну, здесь какие-то вещи понятны, что должна быть правильно подобрана дозировка и схема приема. Но, опять же, это может только врач. То есть, опять же, самим рекомендации читать не надо. Во-первых, не поймете, где читать, про что и что с вами. И начитайте чего-нибудь не того. Всегда мы на первое место ставим безопасность. То есть, если препарат даже снимает симптомы и вроде как становится лучше, но лекарство какой-то стойкий дискомфорт приносит, то, ну, как бы, если это, ну, типа там аппетит, да, ну, надо потерпеть. А если там сильное дрожание в руках, не снимающиеся препаратами, которые это убирают, значит, надо отменять препарат. Значит, там это не подходит уже. Врач, хороший врач всегда учитывает, что пациенту было удобно принимать препараты. Потому что режимы дозирования даже одних и тех же препаратов могут быть разными. То есть, иногда желательно, чтобы человек пил там два раза в день, но в целом этот препарат можно и один раз в день пить. Лучше тогда один раз в день, если пациент, допустим, там, плохая память у него. Или вообще его состояние сейчас не такое, чтобы там три раза в четыре раза в день что-то помнить, принимать там и так далее в правильное время и прочее. То есть, иногда в инструкции какие-то одни там назначения, как было бы идеально. Но в практике мы всегда стараемся подбирать под образ жизни пациента. То есть, если он дома сидит, допустим, целыми днями, возможно, ему будет легче. А если он ходит на работу и так далее, где ему там среди коллег пить препараты? Ну, еще раз уже заканчиваем. Основные моменты, которые, да, могут повлиять на эффективность нашего с вами лечения. То есть, мы рассказывали про то, что врач, да, со своей стороны может сделать, подобрать подходящий препарат, что для этого учитывает, и что должен делать пациент, да, чтобы лечение с его стороны было эффективным. То есть, это следовать рекомендациям. Врач сказал пить раз в день, два раза в день, как положено, такой курс пропить. Значит, надо следовать этому режиму. Самостоятельно не менять лекарства, не увеличивать, не уменьшать. Только после консультации с врачом. Обязательно сообщать ему все моменты, важные на приеме. Ничего не скрывать. Если какие-то хронические болезни или еще какие-то препараты вы пьете, некоторые препараты могут быть несовместимы, и тогда могут быть побочные эффекты. А вы врачу просто-напросто не сказали об этом. Есть и несовместимые, есть и смертельные. Так что врачу лучше об этом говорить. О всех препаратах. А лучше заранее выписать и прийти на прием уже с готовым списком. Что вы пьете сейчас? Соответственно, хранить лекарства так, как положено. Какие-то лекарства хранятся в холодильнике. Там определенная температура должна быть. Какие-то лекарства должны храниться в темном месте. Это важно. И говорить врачу о всех побочных эффектах, которые возникают, или что-то, что вам не нравится, тоже сообщать. Врач всегда услышит и скорректирует ваше лечение. Опять же, рекомендации врача следить за состоянием, может быть, если это какие-то фиктивные колебания, дневник вести. Не заниматься самолечением и беседовать с врачом. Врач – ваш напарник в борьбе с болезнью. Поэтому надо сотрудничать. Нужно подождать, пока лекарство начнет действовать. И опять же, о чем мы говорили, что важно сотрудничество между пациентом и врачом. Если врач не слышит вас, не хочет менять лекарства, настаивает на этом, никто не запрещает вам узнать какое-то второе мнение. Ко мне часто приходят пациенты, вот они где-то там лечились, захотели узнать второе мнение. И пришли ко мне за этим мнением. И я им говорю, что да, ваш врач все правильно делает. То есть вот польза, вот риски. И уже их это успокаивает. Они соглашаются принимать лекарства. Но были какие-то сомнения. Потому что врач вот такой настойчивый и ничего им не менял. А в некоторых случаях ты действительно видишь, что эти значения не обоснованы. Или пользы от них не так много. Есть какие-то другие препараты, которые бы подошли в этом случае. может быть даже лучше. И что важно еще, что вот в конце приема. То есть врач с вами побеседовал, назначил препарат. Хороший врач еще вам в конце приема все разжует. И отправит домой с полным пониманием, что и как делать. Что вы будете пить. Таблетки это. Или капсулы. Как их пить. Сколько времени пить. Утром или вечером. До или после еды. Потому что некоторые препараты усваиваются только с едой. А врач другой не сказал человеку, что вот надо 400 калорий обязательно съесть. И препарат не усвоился и не действует. И конечно состояние не улучшается. И пациент страдает. Нельзя там запивать антидепрессанты соком грейпфрута. Потому что там он нарушает метаболизм антидепрессантов. И их концентрация в крови повышается. Могут быть побочные эффекты. Про совместимость с другими препаратами. На приеме врач вам скажет. С этим можно пить. С этим не нужно. Но лучше я всегда даю свой контакт. И говорю. Если вы там начинаете пить какие-нибудь антибиотики или другие препараты. Ну вы у меня узнаете. Можно с этим не можно. И вот спрашивают. Я уже им подтверждаю. Можно не можно совместимо или нет. Так. Про какие побочные эффекты. Врач предупреждает. То есть есть врачи, которые обещают вам золотые горы. Все будет замечательно. Побочных эффектов нет. Как я говорил. Побочные эффекты есть у всех препаратов. Какие-то менее выражены. Какие-то более выражены. У современных их мало. Но все равно надо предупредить. Потому что пациенты начинают пить лекарства и пугаются. Когда у них что-то возникает. Кишечник расстроился. Тревога усилилась. Вот. Поэтому. А как говорила моя преподавательница в институте. Предупрежден. Значит вооружен. Пациенту спокойней. От той информации. Которая у него есть. Некоторым пациентам. То есть. Пациенты тревожные. Пахондричные. Надо им дозировать информацию. Много информации. Их может наоборот. Напугать. И они точно не будут пить лекарства. Что. Алкоголь. Да. Не рекомендуется. При некоторых препаратах. Несовместим. Лучше вообще его исключить. И побочные действия на печень. И усваиваемость хуже. Нам сейчас нужно. Сделать упор на лечение. Алкоголь. Да. Ну. Без него люди живут. И сигарет поменьше курить. Потому что тоже. Влияют на метаболизм. Меньше. Усваиваются. Антидепрессантов. И. Что еще. Я не сказал. Но. Некоторым пациентам. Мы советуем. Напоминалки. В будильнике ставить. Очень помогают. Вот эти вот. Таблетницы. Сейчас много всяких. Разных. Удобных. В сумку положил. Разложил. Не надо. Вот эту пачку с собой таскать. Выдавливать. Не выдавливается. Сломалась. Там еще что-то. И. Таблетку. Ты не выпил. И пропустил дозировку. Но. Если такое случилось. Да. Надо. Раньше. Как можно раньше выпить. Этот препарат. Ничего страшного. В этом нет. Некоторые препараты. Они накапливаются. И. Не сразу тоже выводятся у вас. То есть. Это не будет какая-то катастрофа. Если. Вы. Полдня. Не выпили препарат. Ну. Не все же. Опять. Ну. И терапия. Контроль терапии. Контроль состояния. Обязательно. С врачом. Врач вам. В конце приема. Скажет. Когда прийти в следующий раз. Это важно. Не потому что. Так. Положено. А потому что. Мы. В ответе. За ваше состояние. Тоже. Будет лучше. Какие побочки. Через месяц. Там останутся. Это уже на следующем приеме. Мы все узнаем. И скорректируем. И вместе с вами. Будем. Улучшать наше самочувствие. Всем спасибо. Надеюсь было интересно. Приходите вот в Дениру. К нам. Вот. Пролонгов мы не назначим. Но. Продолжение следует. Перше. Поставьте. Продолжение следует. Подписывайтесь.